Ну и, дорогие друзья, совершенно не секрет, что каждый день по будням в 10 до 11 к нам приходят интереснейшие гости, которые необходимы нам как кислород. Вот и сегодня Кутузова порадует глаз. Он уже весь расплылся, растаял, потому что в студии у нас симпатичнейшая, красивейшая, талантливейшая девушка. Владислав, включайтесь. Вот засмотрелся, понимаешь, что бывает. Растерялся совсем. Сглазил меня. Юлия Райнер. Юлечка, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришла. Мы ждали. Сегодня говорить будем о многом. О творческом пути будем говорить, о вдохновении. И, конечно, у нас сегодня премьера клипа. Песни под названием «Хеллоу». Да, да, все так. Очень утреннее название, кстати говоря. Спасибо, что позвали. Юлечка, если не против, можно вот прям сразу пробежимся по всей твоей биографии, потому что очень интересные факты, оказывается. Говорят, что твоя мама и бабушка уже с детства распознали в тебе вот талант певицы, но твой папа до последнего сопротивлялся. Он, ну что такое вот, да, ребенку стать артистом, потому что жизнь артиста неказиста. Ты скажи, как тебе все-таки удалось развернуть свою судьбу на 180 градусов? Я в градусах не буду сейчас. Переубедить папу, да, если приходилось это делать. Как это случилось? Как произошло все? Да, ну, действительно, да, у меня вот был такой период в жизни. Я с 6 до 13 лет играла профессионально в большой теннис. Там все было очень серьезно. Соревнования, сборы, мы там всюду ездили. Я даже, ну, не помню, бывало. Нет, да, у меня было две тренировки в день. То есть так все было серьезно. Я даже экстерном несколько классов заканчивала из-за тенниса. Да. Ты не загрустила. А это папа настоял, да, что ты должна быть теннисисткой? Ну, как доставил, в 6 лет мы как бы, ну, не особо принимаем решения какие-то осознанные. Но это было его, да, это была его инициатива. Ну, а скажи, в то время, когда ты занималась теннисом уже, ты в то время пела уже? Ты думала о том, что как бы вот хотелось бы петь и дальше как-то развиваться в этом направлении? Ну, так осознанно не думала, но я всегда очень это любила, всегда там сама пела, у меня всегда было очень трепетное отношение к музыке, у меня всегда были какие-то свои кассеты, я все слушала. Но тогда не так, не осознавала этого, скажем так. Ты знаешь, как интересно, вот ты только начала говорить, и сразу слышно, какой у тебя, ну, такой необычный классный тембр, да, то есть вот прям уже понимаешь, что ты не только хорошо говоришь, но... Абертона я это называю. Абертона. Ну, он просто у нас умный, он там у него... Слушай, ну, а не жалеешь ты, что с теннисом вот у тебя не получилось? Нет, абсолютно не жалею, это, ну, мне как-то вот для девочки, кажется, ну, неоднозначная такая идея в профессиональный спорт. Зато ноги накачаны. Ноги, да. Да, ноги есть. Там же большой шлем в перспективе, может быть, был через какое-то количество времени. Вот сейчас нет, а вот, к сожалению, что вот, может быть, все получилось и... Абсолютно нет, к сожалению, но есть понимание, что это очень классный опыт, такой вот именно в детстве, он, ну, полезный очень такой. Я потом много лет чувствовала пользу от этого. Ну, вот какая, например, польза? Вот скажи, что тебе дало занять профессиональным спортом? Ну, это какой-то характер формирует. Это в тот период, когда дети еще там вообще не очень понимают, что они вообще делают, кто они, что они. Ты уже, у тебя перед тобой каждый день какие-то жесткие задачи, соревнования, такой какой-то стресс, там, периодически легкий. Ну, а проигрывать умеешь? Неожиданный вопрос сейчас был. Это очень важно. Не люблю, но умею. Вот, на самом деле, это очень важно. Человек, который добивается больших-больших успехов, он должен уметь проигрывать. Понятно? Силка тут звучит. Юлия Райнер у нас в гостях. Друзья, мы забыли напомнить, что если у вас будут какие-то комментарии, наверняка они будут, и вопросы для Юлечки, пожалуйста, присылайте их к нам на плюс 7909-9281-89.9. Это наш WhatsApp и Viber. И в нашей группе ВКонтакте есть специальный пост, посвященный нашей сегодняшней гости. Там тоже в комментариях, собственно, можете оставлять все, что угодно. Вк.ком слэш страна.фм. Да, делайте комплименты Юлечке, спрашивайте про творчество, и в середине часа у нас будет премьера клипа и песни. Ох, Юль, мы тебя тоже, вот знаешь, нежно-нежно пока виртуально обнимаем в нашем эфире. Очень рада тебя видеть. За эфиром у нас такие интересные фильмы. Я вас тоже очень рада. Про европейские всякие форматы. А много говоришь за эфиром. Ну, сейчас эфир уже. А сейчас уже эфир, да, сейчас серьезно, да-да-да, давайте, серьезно. Серьезно, Юлия, значит, с детства ты уже понимала, что ты хочешь петь, что-то там пела. Ну, я всегда любила, да, очень это. Ну, я просто хочу тебе, например, сказать. Я вот, например, пела «Расцветали яблони и груши». Вот приходила к нам Элина Чага, она рассказала, что она все детство пела о Гусино. Вот как-то так у нее сложилось. А что ты, может быть, Аллу Борисовну как-то исполняла? Ох, я, честно сказать, не знаю, хорошо это или плохо, но я никогда не слушала русскую музыку. Я с самого детства слушала вот «Битлз», «Абба», не знаю, что тогда еще было. В общем, западная музыка, потом «Элтон Джон», «Рай Кэрри». Ну, классика. Все вот это, да. Ну, то есть языка ты не знала, и тогда у тебя получалось «Ай-ля-ля-ля-ся-ся-ся-ся» вот это вот, да? Ну, то есть, как бы ты придумывала слова сама. Я с четырех лет учила язык. Чего ты знала? А-а-а! За какие разные детства и какие разные судьбы? А язык ты знаешь сейчас уже? Ну, знаю. Ну, если с четырех лет учила, конечно. Она уже все не знала. Нет, я как бы так намекаю тонко, может быть, на западную сцену, так сказать, уже как-то подумать об этом. Почему нет? Перспективно. Если в какой-нибудь такой, да. А зачем ты уговариваешь красивую девушку бросить в нашу сцену, она нам нужна? Слушай, ну смотри, многие артисты говорят, что вспоминают, вот я себя не помню, говорят они, но помню, как вот я уже там ставил стул или стол какой-то, забирался, и когда приходили гости к родителям, я, значит, поступал и думал, что это большая сцена, что это стадион «Вэмбли», мне все хлопали. А у тебя было такое? Ну, такого прям не было, я не помню. Мне бабушка рассказывала, что я где-то там в транспорте пела, в автобусе, я не знаю, этого не помню. Это такие странные истории рассказывают. В транспорте в автобусе? Давайте отойдем от этого. Почему? Мне кажется, это нормально, вот аудитории нужно вот везде хватать, ее нужно цеплять. У меня осознан возраст. Вот сейчас же, понимаете, музыка в метро, ты, кстати, вот не хочешь принять участие в проекте? Музыка в метро, спустишься и будешь в автобусе. А я не в курсе что-то. А там, значит, артисты, вот Григорий Левс, он на Арбате выступал, Егор Крид тоже, вот просто спускаются в переходах или там где-то на станции, зажигают по полной. Вот, видишь? Так, я изучу тему. Изучи. Почему нет? Сейчас было неожиданное предложение, мне кажется. Причем предложение такое от человека, который, собственно, не имеет. Юрий, скажи, ну а было вот в твоей творческой жизни какая-то одна фигура, одно имя, один персонаж, может быть, несколько, которые вот прям вот переломили все твое мировоззрение? Плакатики, что ты бесил. Ты говоришь, в которых, творчество которых, с ним столкнувшись, ты сказала, ну вот все, у меня других вариантов нет, я буду артистом, артистом, я буду на сцене, потому что это мое. Вот кто-то вдохновил? Ну, может быть, да, на нашем, ну... Из Запада мне очень много нравятся артисты, я не могу сказать, что они меня вдохновляют. Да, мне, например, Селин Дион, любимая певица, но я не знаю, если меня это вдохновило. Но вот, кстати говоря, я не знаю, надо про это говорить или нет, но вот я очень в свое время любила очень Алсу. И когда она появилась, у меня сложилась такая картинка, что русский шоу-бизнес может быть красивым, симпатичным и очень таким достойным. А вот до этого у меня не было как-то такого... Ну, это прям самая первая песня, весна когда появилась, да? Ну, почему? Ну, она мне прям несколько лет сильно нравилась. Она нам и до сих пор нравится. Мы вот у нее смотрим, прям испытываем эстетическое удовольствие. Но Алсу она поет эпизодически, если вам не кажется. Не очень часто. Вот, кстати, вот такой вот вопрос. Но она, кстати, действительно была тем артистом, который во мне зародил идею, что этим можно заниматься у нас качественно и красиво. Ну вот Влад сейчас сказал, что Алсу поет периодически. Это тоже связано с тем, что она очень много времени уделяет семье. А у тебя вот бывает такая дилемма, что ты, ну, как бы пытаешься разорваться, что там больше, карьера или личная жизнь или семья? Как все это совмещать? У меня 24 часа в голове такая дилемма. Ну, нет, не между личной жизнью, а между просто разными делами. Делами я, в общем, перманентно нахожусь в таком легком мучении по этому поводу, да. А давайте о мучениях и беспокойствах душевных поговорим чуть позже обязательно. Интересная же тема. Терзаниях я бы сказала. Да, друзья, у нас сейчас небольшой перерыв. Через пару-тройку минут мы к вам вернемся. Давайте. Я вот хотела сказать, кстати, мы вместе не навсегда. Это жаль, потому что разговор только набирает обороты. Друзья, и вы понимаете, что мы как-то вот ограничены этим часом. Ровно, ровно без 10 и 11 мы разойдемся, поэтому прямо сейчас, если у вас есть вопросы к нашей гости, задавайте их. 8-909-928-189, я запыхалась, понимаешь? Ну и ничего страшного, Валерий, дыхания у меня хватит. Юлия Райнер у нас в гостях. Елечка, доброе утро еще раз. Давай поговорим про голос. Давайте. Не зря вот ты туда пошла. Как это может быть зря? Ой, нет, это такой классный опыт. Нет, это прям очень здорово. И, в общем, у меня... В общем, это очень крутой опыт и крутой период, который был. Ну ты прям можешь сказать, что ты чему-то научилась и реально как-то по-новому стала смотреть на то, что происходит в жизни певицы и вообще артиста? Да, ну нет, конечно, такого прям что-то совсем супер по-новому. Но просто это такой некий такой челлендж, он тебя не... Ну ты там немножко на себя по-другому смотришь. Да, 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 прокачиваешь, ты к нему готовишься, делаешь в этот период больше вещей, чем, может быть, за год до этого. Но, в общем, да, ты к себе какие-то новые немножко требования предъявляешься. Прокачивающие скиллы, да, это называется? Прокачивающие скиллы. Творческие скиллы. Слушай, ну все равно такой момент, что это же стресс грандиозный. То есть бывает так, что человек после стресса как-то мобилизуется и наоборот начинает дальше. А бывает, что человек выбывает на несколько лет и говорит, ой, я поехал жить на Бали. Да, я просто дополню, я хотел тоже спросить. Это все-таки было тяжело физически и психологически в первую очередь? Или, в принципе, это такое приятное удовольствие и приятный опыт? И как бы легко достаточно прошло. Ну, слушайте, ну все в этой жизни чуть-чуть тяжело. Ну, конечно, это стресс, особенно вот именно когда ты выходишь, там, слепые прослушивания. Да, это очень страшно. Но это же и прикольно, это же и полезно, и интересно. Но потом у меня есть какой-то спортивный все-таки опыт стрессов по этому нормальному. Слушай, а к спорту, да, можно, как к спорту, я, Валерия? Смотри, с теннисом покончено. Ну, может быть, не навсегда, но на какой-то период жизни, да, вроде бы. Ну, я наиграю там. А что еще? Ты вообще зожник по жизни? Ой, я все время к этому стремлюсь. Очень, мне очень, очень хочется. Ну, а что вы в это вкладываете? В промежку в лосинах? Да, при седании на ночь 80 штук. Сок из сельдерей. Сок из сельдерей, да, да, да. Здоровое питание. Нет, ну, я занимаюсь спортом. Я даже иногда езжу в спортивные какие-то такие поездки, кемпы так называемые. Я занимаюсь аутдор сейчас. Я хожу там на ордик-вокинг всякий по выходным, бегаю, хожу в зал. Но, честно сказать, в последнее время у меня плохо с регулярностью. Мне очень жутко не хватает времени. Но я, ну, люблю спорт. Это очень для меня важно. Я без него прям страдаю физически и морально. Ты любишь обычный или все-таки экстремальный вид спорта? Ну, экстремальный вид, там, горные лыжи, не знаю, что такое. Лыжи тоже люблю. Ну, я это к спорту не отношу. Это удовольствие. Больше развлечения. Да. А спорт люблю. Я очень люблю вот такой кардио бег, ходьба, какие-то хайкинги по горам. Вот это мое самое любимое. Слушай, ну, ты в чудесной форме, поэтому прям вот как по твитам. Мне хотя бы тоже нравится. Встал и пошел, очень удобно. И ничего не делаешь больше. Так, давайте, ребята, еще немножечко прервемся. Я напоминаю, что мы все ближе и ближе к премьере клипа Hello. Поэтому будьте здесь, на телерадиоканале Страна АФМ. Это будет потрясающе. Это будет легендарно. Ты смотрел такой сериал? Смотрел. Молодец. Ну и мы тут, знаете ли, тоже вовсю рисуемся, не сотрешь. Влад Кутузов, Валерия Майорова и наша потрясающая гостья Юлия Райнер. Юлечка, сейчас у нас будет уже прям вот остается буквально несколько, ну, не мгновений, минут до того, как мы запремьерим твой потрясающий клип. Конечно, мы... На песню Hello. Да, мы хотим знать абсолютно все. Так. Ну, прямо от начала, от начала, до конца не будем, потому что у нас еще много времени. Как возникла идея вообще, что запекто написал, может быть, можно упомянуть авторов, откуда все пошло? Ну, мы... У меня есть команда людей, с кем мы вместе решаем, ищем материал, отсматриваем очень много разных песен, ищем что-то, пытаемся, что-то специально пытаемся написать, что-то... Ну, что-то просто присылает очень много автора, и вот эта песня показала мне человек, с кем я работаю, по музыкальному материалу. Автор одна девушка, она живет в Украине. Вот она нам понравилась, и мы решили ее сделать. Я хотела спросить, знаешь, как бывает? Бывает, что материал присылают, и потом уже на выходе от него остается там несколько нот там центральных, а все остальное просто переделано, перекроено. С этой песней как было? Много переделывать пришлось? Ну, меньше, чем обычно. Нет, просто, ну, мы делали аранжировку, как это водится. А, да, я ее очень много раз перепевала. А почему? Я все была недовольна тем, как она звучит. То есть ты перфекционист в этом плане? Я, да, да. Ты из тех людей, когда утром просыпается, слушает вчерашние записи, говорит, ну, надо как-то... Мне все свои песни хочется переписать, все, которые у меня есть, мне хочется их все переписать. Слушай, ну, это хорошее качество, это человек стремится к идеалу. И у половины переделать аранжировку, и у половины еще текст. Сейчас ты научишь человека, что значит хорошее качество. Нет предела совершенства. Скажи, а у тебя есть в твоем окружении, в твоей команде человек, который тебя вот как бы уравновешивает, чьему мнению ты сто процентов доверяешь? Если он говорит, так, Юля, записано, отлично, и ты сразу успокаиваешься и думаешь, ну, и что я, правда, записано же, отлично, и все. Ну, это сложно, у меня тема доверия, она такая, да, у меня... Я мало кому доверяю, честно сказать, и... Ну, это... Я пытаюсь с этим работать. Ну, пара человек есть, да. То есть вот такие тренинги, когда ты стоишь и падаешь назад, это вообще не про тебя? Назад, наверное, могу. А я вот нет, кстати. Слушай, а когда ты вот эту песню услышала, премьер, который совсем скоро, это то, что тебе понравилось и, что называется, зашло вот в сердце, в душу, да, или все-таки ты уловила там что-то другое, ну, в том смысле, что... Спрос аудитории. Да-да-да-да, это, мне кажется, должно зайти вот с этой точки зрения. Это то, что необходимо сейчас. Ну, с этой я редко, честно сказать, я, конечно, ориентируюсь на свои ощущения в первую очередь. Пора коммерческую составляющую, ну, думаю чуть-чуть, но... Это же так непредсказуемо, поэтому... Все равно надо делать то, что как бы... Хорошо, я не мог вспомнить эти слова коммерческой составляющей, да, действительно, вот оно то самое. У нас остается буквально 40 секунд до клипа, давайте как-то вот начнем с того, что клип снимался в Испании. Да. В Барселоне, правильно же? В Барселоне. Там ты бегала в маечке, тебе было прохладно. Ой, я там в разном бегала, да. Слушайте, ну, мне кажется, один раз лучше увидеть, чем несколько раз и несколько минут про это говорить. Поэтому прямо сейчас, Юля, у тебя есть потрясающая возможность представить свой собственный клип, премьеру на телерадиоканале «Страна ФМ». Прямо каратенечко. А что надо сказать? Нормально. Хорошо, это сделаем мы. Друзья, прямо сейчас у нас премьера песни, премьера клипа. Это Юлия Раннер и песни под названием «Хеллоу на стране ФМ». Давайте смотрите, слушайте, после, конечно, обязательно обсудим. Давайте, вперед, поехали. Твоя история похожа на сон. Придумывать сюжеты зачем? Все будет, как в английском кино. Летай, и сердце пусть стучит в унисон. Ведь в фильмах тоже есть хаппи-энд. Написан кем-то очень давно. Мы слетают их деса, считая, что им это ворвоза в сердце. И секунды не хватает, чтобы до конца его теплом согреться. Наедине остаться вместе. Верила, искала и сказала ему в сердце «Хеллоу», 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 «Хеллоу». До утра не спали, с головой упали прямо в любовь, 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 любовь. Чтобы бежать по краю, чтобы узнать границы и грани. С тобой, с тобой, с тобой, с тобой лететь на измерение ноль. Узнай его по миллиметрам шаги. И пусть целую вечность их ждешь. Тебе быть настоящей позволь. Мечтай, все лучшее еще впереди. А капли на щеках просто дождь. Ты разгадала тайный пароль. Мы слетая, ты в леса считаешь, что им это в рвозе в сердце. И секунды не хватает, чтобы до конца его теплом согреться. Наедине остаться вместе. Верила, искала и сказала ему в сердце «Хеллоу», 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 «Хеллоу». До утра не спали, с головой упали прямо в любовь, 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 любовь. Чтобы бежать по краю, чтобы узнать границы и грани. С тобой, с тобой, с тобой, с тобой лететь на измерение ноль. Верила, искала и сказала ему в сердце «Хеллоу», «Хеллоу», «Хеллоу». «Хеллоу», 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 «Хеллоу». До утра не спали, с головой упали прямо в любовь, 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 любовь. Чтобы бежать по краю, чтобы узнать границы и грани. С тобой, с тобой, с тобой, с тобой лететь на измерение ноль. Ох, краса, Юля, хорош клип, красота. Поздравляем тебя с премьерной телерадиоканалом «Странная Панга». Я сразу скажу всем нашим зрителям и слушателям. Ребята, вы теперь можете эту песню заказывать в программе по заявкам. Она у нас с 13 до 14 и с 20 до 21.00 по будням ежедневно. Ну и теперь традиционный вопрос по поводу клипа, который мы только сейчас запремьерили. Но он у нас звучал пару раз. Но сегодня такая официальная премьера, потому что у нас в гостях... Потому что ты пришла, конечно. Как долго снимали и, конечно, сколько денег отдали за этот клип. Нам все интересно. Второе. Не будем... О грустном. Ну, снимали два дня, даже два с половиной еще потом утром поснимали. Снимали в Барселоне. Это лето было? Нет, это зима была. Ну, это была зима. Но в Барселоне была прекрасная погода. Да, там вообще очень хорошо. Вообще, Барселона идеальный какой-то город для съемок. Там есть и море, и пустыня, которая на американскую похожа. Город такой классный, модный. Ну, в общем, там здорово. Еще очень вкусно. Слушай, скажи, пожалуйста, а режиссером кто выступил клипа? И как вообще родилась идея именно так вот показать визуально эту историю? Режиссер клипа Женя Курицын. Он такой известный клипмейкер. А идея... Ну, идея наша, не знаю, совместная с Женей. Барселона, это так совпало. Так было, в общем, так было всем удобно. Ну, это хорошая ступадия, мне кажется. Очень, да. Очень хорошая ступадия. Идея, ну, идея, ну, она вытекает из настроения песни. Она такая летняя, романтичная, про то, чтобы отдаться чувствам. Мы по поводу идеи, знаешь, хотели спросить, дополню вопрос Леры. Был написан такой жесткий сценарий, с которым уже приехали, и ни вправо, ни влево уже никуда не уходили, все четко. Или в процессе съемок возникали какие-то идеи, и уже приходилось допиливать походу за эти два дня. Увидели там, допустим, кабриолет какой-то, а давайте вот его. Ну, да. Ну, мы старались придерживаться. Я очень не люблю в процессе съемок, чтобы что-то менять. Я начинаю очень сильно нервничать. Я вообще для меня процесс съемок, он у меня такой, это прям такой, ну, такой стрессовый, я всегда переживаю. У меня там были, там единственная была полная неопределенность с точки зрения, что я буду одевать вот этих всяких луков, нарядов. Это, в общем, меня это жутко нервировало. Я ложилась спать, я даже не знала, что утром вот. Меня помогала стилизовать моя подружка близкая. В общем, мы там 10 раз поругались. Но в итоге все хорошо закончилось. Ну, это нормально, очень хорошо. Я вообще дружбу выдержала. Все хорошо закончилось, да. И ничего не меняли, да, в принципе. Слушайте, вот прозвучала такая фраза хорошая. Отдаться порыву творчества. Там вот мы видели как-то порывы чувств, как-то отдавалась. Да, скажи, пожалуйста, а была какая-то неловкая, стесняющаяся вот в таких вот моментах романтических сниматься? Да, там несколько эпизодов были таких вот красноречивых. Да, да, это мои любимые эпизоды. А любимые в кавычках или любимые-любимые? Не, мне нравится, как они выглядят. Как они выглядят, да. А было ли тебе как-то вот тяжело, какой-то барьер был? Ну, все-таки молодой человек, мало знакомым был, я так понимаю. Мало знакомым. Ну, был, конечно, какой-то, да, да. Ну, наверное. Сказала Юлия романтично улыбает. Нет, ну, честно сказать, ну, просто в процессе съемок ты как, для меня, ты как вот все, ты как, не знаю, как солдат. Ты вот должен все, делать все, что надо. Надо не спать, значит, не спать. Надо ночью, ночью. Ехать три часа в пустыню. И там на холоде, не знаю, на ветру, значит, окей. Ну, ты видишь, ты сказала так, делать все, что надо. Просто я вот Эмилия Кларк, про которую мы вчера... Знаешь, Игру Престоловка? Вот, Мать Дракона знает, молодец. Кутузов не смотрела, они с ним не говорят. Я долго держалась, но посмотрела. Ой, она шикарна. Так вот она сказала, что она очень вообще любит все вот эти съемки. Вот прям нравится ей. Вот прям вот кайфует, понимаете? Которые тяжелые. Ну, нет, не тяжелые, которые вот поддаться в пары чувств. Мне кажется, она поэтому закончила сниматься в этих фильмах и ушла сниматься, видимо, в других уже, друзья. Она просто сериал закончился. Давайте прервемся ненадолго, друзья. Как всегда, две-три минуточки, и мы снова вернемся к вам. Это Страна.ФМ. Доброе утро. Вот у нас тут, знаете ли, за эфиром тема про самолет зашла. А давай, Юля, расскажем людям, что ты, на самом деле, настоящая путешественница. То есть у тебя прям большой-большой список посещенных стран за твоей спиной. И это твое хобби. Да, но я люблю, да, я очень люблю путешествовать. Я прям, это одно из самых больших каких-то радостей. Я, правда, жуткий аэрофоб еще, но... А как ты так? Ну, вот так. Через... Через не хочу. Да, через страх. Слушай, тебе же приходилось, если в Перу ты была, да, правда же? Туда сколько лететь? Да, нет, я много очень летала. Ну, Южная Америка, в области, ну, часов 14, наверное, да, на вскидку, так примерно? Ну, да. Мне кажется, аэрофобы, они боятся взлетать и садиться. Там летишь уже рулент. А, ну да. Ну, пока не трясет, вообще нормально все у них. Они сидят, кем-то смотрят. Слушай, скажи, пожалуйста, вот страны же, они абсолютно все разные, да? Вот какие тебе запали в душу, как вы, знаешь, есть тесты такие в соцсетях, в какой стране ты могла бы жить в следующей жизни, да? Что твое? Вот где ты наиболее себя комфортно чувствуешь? Ну, кроме России, конечно. О, России, да. Слушайте, вот честно, нет такого. Я люблю все вообще типы отдыха. Понятное дело, что я себя очень комфортно чувствую где-нибудь в Европе на пляже летом, в любом месте, в Италии, там, в Греции. Но я также очень люблю всякие познавательные путешествия, интересные, необычные какие-нибудь, например, ну, там тоже Перу, та же какая-нибудь Кения. Ну, вот расскажи какой-то исторический факт, который ты узнала, только прилетев туда. Вот, допустим, не знала, не знала, а тут приехала и прям хоп! Сейчас нормально, Валерий, ты зарядила прям хорошо, да? А, ну, мне интересно, я ничего не запоминаю. А, это нормально, мы вообще вот так вот, мы друг друга не помним по утрам. Просто знаешь, есть категория людей, которые, ну, море любят 99% людей, да? Нет, кстати, нет, кстати. Ну, их не так много, но некоторые люди говорят, ну, я что-то вот этот тюлень и отдых, это не для меня. Мне нужно, чтобы какой-то движня ходить, смотреть, что-то какие-то там старые замки и так далее, какие-то путешествия пешие были. Ну, пожалуйста, ну, про тюлень и отдых, давайте пройду поговорим, там же блюда всякие разные, вот что-то такого, самого необычного, что ты ела? Необычного, я думала, самого любимого спросить. Необычного, 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 господи, я ела, да, я в Африке ела, кого-то я ела, то ли крокодила, да, по-моему, ела крокодила. И как мясцо? Да у нас что-то похоже на курицу какую-то. Если не скажешь, кто крокодил, то и не поймешь никогда в жизни. Хорошо, а любимое что-то? Ой, я любимое, ой, я очень люблю суши, люблю очень всякие вкусные, там, роллы, суши, да, японское. Слушай, а говорят же, в Японии нет таких вот ресторанов суши, роллы, как у нас, это вот как бы... В Японии по-другому, да, они, например, практически лосось не едят, которые у нас все едят в таких пафосных ресторанах. Очень странные люди японцы, конечно, не говорите. Но у них очень вкусно тоже, да. Средиземноморская кухня морская. Итальянская очень люблю, да. А осьминожку не ела? Ну, осьминожку ела. А что там в осьминожке? Просто интересно, понимаешь, человек все ел, хотел по-моему страшно, просто поговорить хотел об этом, ну что, ей-богу. Слушайте, у нас завершается наш сегодняшний эфир, мы хотим вас призвать скачивать, где только можно, а можно практически везде, прекрасный трек, прекрасную песню под названием «Хеллоу». Да, да, и Юлечка обещает обязательно прийти к нам в гости еще, чтобы потом рассказать о том, когда мы сможем полноценно насладиться ее новым альбомом. Да, если летаешь куда-нибудь, а потом нам расскажешь о том, может, каких осьминогов еще угодно. Хорошо, договорились. Юлия Райдер была у нас в гостях, ящик, большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо, пока. Успехов тебе, счастливо. Спасибо.